Каприн Андрей Дмитриевич, главный внештатный онколог Министерства сохранения Российской Федерации. Один из главных внештатных онкологов. Я все время это добавляю с гордостью, потому что мы очень дружим с Иваном Сократовичем и считаем, что это наша такая ответственность и большая. Но знаем с вами, что осуществляет методологический контроль, методологическую помощь, методологическое окормление наших диспансеров. Институт, который является сегодня хозяином имени Николая Николаевича Петрова. Поэтому тут даже не наше главенство, а наша, наверное, вот такая совместная дружба. И получать вместе будем это точно. Поэтому не тревожьтесь. Так вот, я хочу сказать, с кем нам точно придется работать в мире. Так у меня международный опыт. Я буду многие слайды пропускать очень быстро, потому что у меня времени всего 15 минут, даже может быть меньше, но у меня еще несколько докладов. Я эти слайды буду включать и в другие. Поэтому точно совершенно. И потом мы их вывесим на слайд, чтобы вы тоже видели. С кем мы уже начали работать? Пожалуйста, мы показываем этот институт. Я хочу сказать буквально одно слово, что несмотря на вот эти все акциальные вещи, и мы должны сказать, что они все равно повернулись к нам лицом. Например, мы подписали уже несколько договоров, в том числе о медицинском туризме, с болгарской стороны, с сербской стороны, с хорватской стороны. Я должен сказать, что здорово в Европе изменилась ситуация в последнее время. Вот интересные слайды. Вы видите, что мы сравнили нашу смертность и заболеваемость за рубежом. Я вам должен сказать, что мы, конечно, здорово с вами недорабатываем, многоуважаемые коллеги, в том числе из-за статистики. Если будут вопросы, я объясню, почему. Посмотрите, какие разницы в заболеваемости. Заболеваемость не потому, что мы такие с вами хорошие, или что у нас такая высокая онкология. В горячей линии вы про мусор все слышали. Я не думаю, что у нас лучше экология, чем в других странах, которые перечислены. Но, видимо, мы с вами недорабатываем. Примерно на 200 человек, на 100 тысяч населения заболеваемости. Иначе мы с вами получим определенные данные. Я даже знаю, где они кроются и готов с вами поделиться в рабочем порядке. Если говорить о стандартизованных показателях, то тоже цифры... Вы видите, что различие достаточно большое, чуть поменьше. Но, кстати, пользуюсь присутствием, в том числе, Евгения Геннадьевича. Потому что я хочу вам сказать, что на самом деле все страны уже давно считают по стандартизованному показателю. Если мы убедим наших с вами многоуважаемых руководителей, я имею в виду большого звена чиновников, отчитываться по стандартизованному показателю, то мы показатель выполним. Так же, как его выполнили в зарубежных странах. И действительно это так. Это общая практика отчитываться по стандартизованному показателю. Очень больно для службы отчитываться по старикам. Потому что старики умирают, и там начинаются и причины других случаев и так далее. Еще раз хочу опереться в своем докладе на послание президента. Вы знаете, что не буду перечислять, что у нас с вами очень амбициозные задачи. Эти амбициозные задачи нам придется с вами решать. Потому что, а вот как решать, в том числе опираясь на предыдущий слайд, мы можем с вами попробовать за эти годы убедить наше руководство, в том числе руководство страны, как считают во всем мире. Чтобы если нас спрашивают, как во всем мире, со стран, которые многие годы, как говорит наш многоуважаемый министр, который за это переживает, и вы видите по всем тем селекторным совещаниям, которые Ироника Игоревна проводит, как она сама включается и переживает, и знает эту тематику. Опираясь вот на все те требования и приближенность, мы с вами к человеку, к пациенту, мы с вами должны понимать, что она тоже должна иметь те козыри, которые мы с вами, как специалисты, должны дать в руки нашему учредителю. Что в мировых тенденциях? Мы с вами понимаем, что все основано на прогнозе рецидива, оптимизации терапии, персенификации, в том числе и в радиотерапии, совершенствовании инструментариев. Очень интересной методикой и развивающейся является жидкостная биопсия, которая у нас, к сожалению, здорово еще пока тормозит по понятным причинам, сейчас мы их не будем дискутировать. Возможности применения метода секвенирования существенно изменились, расширились за последние 20 лет. В настоящее время данный метод позволяет не только назначать таргетную терапию, но и проводить динамическое наблюдение, оценивать риск рецидива и другое. Мы очень признателен в том числе и нашему расширению, за счет которого при ремонте одной из лабораторий в Институте урологии мы сейчас можем проводить около 100 тысяч секвенирований в год и приглашаем вас для совместного сотрудничества. На сегодняшний день количество рекомендованных к исследованию молекулярных нарушений, как здесь показано, при различных типах онкологических заболеваний, может достигать нескольких десятков. Однако при различных типах рака наблюдаются общие молекулярные нарушения, как мы пытались здесь показать, что важно при стратегии лечения. Поэтому рациональным представляется применение унифицированных панелей, разработанных нами с вами многоуважаемые коллеги, те, кто занимается современными разработками, в том числе и МИЦами. Это наша основная задача. Такой подход позволяет сохранить расходы на секвенирование каждого пациента и накапливать информацию на различных мутациях, последующих анализах. Здесь как раз буквально небольшая зарисовка жидкостной биопсии, которая уже во многих странах, не хочу обращать ваше внимание на тот круговорот, но жидкостная биопсия частично покрывается США и Европе. Пока что в России данные исследования остаются немедицинскими. Что это важно? Это важно, нас сейчас справедливо упрекают о том, что мы не можем на местах назначить дорогостоящие лечения и таргетные препараты. И мы вас понимаем отчасти, потому что не везде делается не то, что жидкостная биопсия, в том числе с контролингом качества лечения, чтобы мы понимали, по какому пути мы с вами идем, и вовремя переключиться на правильную терапию. Но, и что важно, мы с вами не можем применить даже иммуногистохимию в некоторых регионах, а это достаточно чувствительно. Но нельзя не сказать о современных тех многоугольники, которые я представляю, о радиорезистентности опухоли. Почему нам нужна такая оценка? Потому что, несмотря на развитие лучевой терапии, и справедливые упреки в том, что мы не дорабатываем по количеству лучевой терапии, мы с вами должны понимать, не применяя эти методы, порой мы используем радиотерапию, не считаясь с тем, что она может быть радиорезистентна в том или ином случае. Благодаря подбору специфических условий культивирования для каждого подтипа опухоли в некоторых случаях, например, колоректального рака, удается достичь роста органоидов с практически стопроцентных опухолевых образцов. Но для этого, для внедрения органоидов, тоже мы с вами понимаем, что мы должны получать определенные деньги на науку, чтобы мы разработали, органоид, например, готов. Но для того, чтобы его запустить в серию, для этого нужны определенные еще тиражирования, но для тиражирования нужны деньги. Мы получили, к сожалению, в этом году очень скромные деньги на науку, поэтому в этом году нам тоже этого не удастся сделать. Мы с вами должны не забывать, что нам надо внедрять аддитивные технологии, которые тоже являются передовыми. Даже в крупных диспансерах некоторые вещи должны быть. Почему? Потому что мы с вами боремся снижением инвалидизации онкологических пациентов. А что это такое? Это и разработка 3D-биосистем на частицы для замещения участков костной ткани при лечении метастатических пациентов. Мы с вами уже знаем, что лечение метастатических пациентов приносит очень интересные плоды. Структура онкологической службы, вы знаете, что она будет меняться. И я хочу вам сказать, что это внедрение ЦАОПов. ЦАОПы сейчас являются... Сначала мы встретили многие их штыки, но мы с вами понимаем, что для того, чтобы плавать, надо плавать. И попробовать эту ситуацию очень нужно для того, чтобы... И мы вас в этом убеждаем. И они не должны концентрироваться в зоне диспансеров. И они не должны быть оплачены федеральными структурами. Почему они не должны концентрироваться в диспансерах? Потому что там все ясно. Там уже больной приходит готовый. А для того, чтобы он получил специальное лечение, он должен встретить онколога на том пути обследования, который ему предстоит пройти. А мы с вами знаем по 915-му приказу, какой это должен путь. Что же нас ждет в этой сети? В этой сети национальных медицинских центров мы должны с вами оказывать полностью помощь. Мы должны с вами за счет регистра предполагать, где у нас будет выше заболеваемость и смертность. Мы с вами должны с помощью информационной... И, кстати, очень интересную информационную систему уже представлены министру в черном варианте. Она двигается... Действительно, очень интересно. Я был на этом свещании. Елена Львовна, вы знаете, наш профильный министр Бойко, она представила. Это действительно очень интересный проект. Поверьте мне, он скоро уже заработает. Это действительно вертикально, а может быть даже отчасти горизонтально интегрированная система онкологического контроля информационная, которая позволит нам четко завязать, и мы ее отработаем с национальными медицинскими и исследовательскими центрами, крупными диспансерами, региональными, окружными диспансерами, вплоть до первичных онкологических кабинетов. Буквально, наверное, уже времени нет. У меня будет еще доклад про иностранцев. Я подготовился, на самом деле, для того, чтобы... Опыт наших иностранных коллег, он очень разный. Каждый онкоцентр, например, в Великобритании является на отдельных технологиях, специализируется. Кто был в Великобритании, знает. Например, в Лидсе центр только на лучевой терапии работает. Если мы будем говорить о сети многопрофильных онкологических центров Германии, их нет. Они все основаны, я прям галопом, на университетских клиниках. У меня просто будет еще такой доклад, просто чтобы вы знали, что, как я обещал, так иностранный опыт тоже есть. Причем центры даже есть, мамологические или простатцентры. Вот он там находится, и все знают. Например, мы знаем, что в Гейдельберге находится центр патоморфологии, который является для них, собственно, основным. Если говорить о европейских референсных сетях, то они уже за глобализацией Европы, они из-за этого даже страдают, потому что сначала при том, что они соединились. Если, например, раньше смотрел для Восточной Европы, нам жаловались в Венгрии наши коллеги, в Чехии наши коллеги. Потому что вроде в Гейдельберге это центр, и берет он столько же из них с евро, сколько он берет со всех. Но в первую очередь они делают для Германии, поэтому их анализ, вдумайтесь, Венгер ждет референсного мнения до трех-четырех недель. Это официальные данные, это помимо той биопсии. А мы уже с вами говорим о 15 днях. Надо разобраться еще с той системой, которую нам навязывают за рубежом, и хорошая ли она. Потому что глобализация и центры коллективного пользования европейского оттягивают, особенно страны, в которых не заинтересованы импортные страховые компании. И такую логистику надо знать. Если о референсных сетях говорить по редким заболеваниям, там участвуют 300 медучреждений, настоящие в системе европейских референсных сетей. Кстати, это тоже пронесло некоторые сбои, они стали жаловаться. Дело в том, что там нет общего банка данных. И вот если вы выбрали этот центр и туда сдают, то они несут свой банк данных, другие свой. Более того, например, австрийцы не делятся банком данных с немцами. Почему? Потому что им очень выгодно, например, рака шейки матки очень мало в Австрии. Очень мало. Мало почему? Потому что маленькое население. И они их отслеживают на том этапе, когда это еще предрак. А им вот так вот нужны материалы для исследования. Они счастливы, что к ним подают венгры, те же там чехи и так далее. И нас умоляют передавать эти данные. Но мы не хотим передавать. Потому что потом это будет точно многокогородная публикация, в которой вы будете видеть свои данные, но участвовать в них не будете. А мы знаем, какая сильная, например, в Граце система, научная система. Если мы будем говорить про канцерные регистры, тоже очень по-разному. И как нас не бичуют и не ругают, тут вот сейчас 4 слайда, вы все поймете. Но на самом деле, что прессонифицированный учет всех онкологических пациентов у нас ведется. Ведется с 1948 года. Ведется неплохо. Более того, являясь членом Президиума Академии Наук, вокруг нас Евгений Циренович Чинзона, с которым мы вместе сидим, директор огромного комплекса Томского научно-исследовательского. Мы с ним знаем, что все рядом сидят математики. Когда мы говорим, вот нам не хватает аналитики, на математике говорят, каждый Президиум, дайте данные, мы нас пересчитаем. Но заплатить надо институтам. Если мы их на аутсерсинг возьмем на пересчет данных, академический институт, мне нужно чем-то заплатить. Регистр, к сожалению, на него нет приказа, он финансово не обеспечивается, мы ведем его за счет института Герцена. Какой там заплатить на аутсерсинг для того, чтобы получить данные? Мы группу возглавляемого многоуважаемого Валерия Владимировича не можем оплатить. Если говорить о иностранных, в США, я вам так скажу, что они очень вольны со статистикой. Например, Техас они не учитывают. Я спрашиваю, почему вы не учитываете Техас? Они говорят, ну а как мы мексиканцев будем учитывать, там основные мексиканцы, мы их не можем. Не учитывают они алиутов, не учитывают они Аляску, говорят, ваша Аляска, вы учитываете. Поэтому, если мы будем говорить о том, что мы с вами ведем плохой регистр, надо разобраться в их регистрах. Многоуважаемые коллеги, мы уже в них разобрались, очень много замечаний. Хорошие скандинавские регистры. Почему? Потому что они каждую, извиняюсь, предстоятельную железу в лицо знают. Там дисциплинировавший народ, там они сами передают данные. Они все работают в своих гаджетах. Они через гаджет выходят. У них все время приходит напоминание о том, что ты должен явиться на скрининг молочной железы в гаджет. Крошечные страны, Дания, Швеция. Там вести регистр делать нечего. Если мы с вами в Калининграде бы такую модель провели в Эксклаве, мы бы им показали еще, какой регистр можно вести. Просто мы не понимаем разницу стран. Поэтому хвалить их нужно и можно. И ведут они его достаточно вдвойне. Ну и что, 42-го года, а мы 48-го. Но цифры-то такие же у них без особенной аналитики. Поэтому ругать свое легче всего. С регистром в Германии вообще очень своеобразно. Вот смотрите данные. Они 60% охват, а у нас 95% охват. А у них Германия 90%. Ну и что мы? А Германия небольшая страна. С четкой дисциплиной и охватом не могут сделать. А мы после письма многоважаемой Татьяне Владимировне Яковлевой. Он все регионы сейчас отправляет. У нас есть 4 больные точки, работа с ЗАГСом в плане регистра. Работа, то, что многие призывают, чтобы нашу службу разбросать. Нейрохирурги не отправляют, не исполняют 135-й приказ. Вместо 26 тысяч мы получаем 6 тысяч в регистрации. Значит, 20 тысяч гуляют. Потому что они говорят, но не отправляют их в диспансеры. В том числе колопрактологи. Я говорил об этом с Юрием Анатольевичем Шилыгином. Если он особенно по скорой соперирован, он может не попасть в регистр. Он наблюдается у своего колопрактолога, не попадая в диспансер. Вот эту часть нам надо наладить. И у нас будет стопроцентный охват. Из опыта Германии. Видите, какой разрозненный опыт. Они 470 новых случаев в год указывают. Но видите, как клинические частные практики передают до клинического регистра. А будет ли отсюда передано или нет. Поэтому тут вот у нас и с частными практиками надо вот этот опыт у немцев взять. Когда клинические частные практики отправляют. У нас же мы еще теряем и в частных практиках, вы сами понимаете, которые тоже наблюдаются. А никуда вам ходить не надо. Платите здесь деньги. Особенно если они видят, что локализованный рак и там опытный онколог. Запросто теряем. Значит, на самом деле, по оценке популяционного регистра России, по данным МАИР, международным сообществом, я привожу эту цитату, которая находится, несмотря на то, что в стадии сформирования, по градации МАИР, вот наша зона. Мы уже находимся до высшей ступени. По их данным один шаг. А мы с вами долбим регистр свой. Это у нас так и бывает. Мы пока над гробный камень не поставим, скажем, ох, каким он парнем был. Да, мы любим сказать. Какой был регистр, а? Как закопали? Так вот, все. Я больше не буду, потому что это про скрининг. Я в следующий раз расскажу. Уже много прошло. Это уже не организационная история. По ядерной медицине тоже у меня будет выступление. Вы знаете, что у нас там тоже уже много сделано. Мы четко обсчитали мощности. Мы признательны Министерству здравоохранения за тот паспорт регионов, который удалось востребовать с региона, потому что паспорт регионов – это вооруженность службы. И мы с вами должны помнить о том, что мы с вами очень… Это в основном не для вас, слайд, уважаемые коллеги, а то о том, что если мы с вами радионуклеиды будем использовать, вы видите, американцы ждут какой прирост. 26 миллиардов они ждут прирост на рынке за счет одного токолютеция. К сожалению, не делают наш Росатом. Их надо оживить. Они… Все мы продаем в виде сырья. К сожалению, препаратами возвращается очень мало. Это в ближайшие 10 лет те препараты, которые должны войти. Вы видите, какая это палитра огромных количеств препаратов. Многие институты занимаются. Я один из руководителей научного совета Росатома. Мне не удается это им доказать. Не удается доказать. Видите, какой у нас низкий. 1 миллиард рублей у нас всего. Рынок этот и 4 радионуклида. Хотя вот этот слайд Росатома, я им воспользовался. Минуточку. Слайд Росатома. Видите, как они себя показывают, сколько они всего могут делать. Но мы это с вами ничего не видим. К сожалению, пока не будет у нас консолидации в этом отношении. Если бы вчера меня спросил президент, я бы приготовил как раз вот это вот выступление о том, что вот эти три последних момента, о том, что нам нужны радионуклиды, обязательно это супертаргетная терапия, в которой как ядерная держава мы можем сделать. И здесь мы обгоним точно многие страны в мире, потому что такой базы ядерной, как у нас, нет. И если мы не будем распылять все, как, собственно, наши просто ресурсы, сырье, из которого они делают препараты и продают нам. Спасибо вам большое за внимание. Извините, если передавил со временем. Спасибо.